В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Дмитрий Абаренов стал главой Ленинского городского округа. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь. СПРО-ЖКХ – обучающий проект для тех, кто хочет пополнить знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Очень важно, чтобы наши жители знали эту азбуку ЖКХ, эти азы. В общественной приемной партии «Единая Россия» прошел очередной прием жителей округа. Сегодня у нас прием тематический, мы принимаем людей пожилого возраста по социальным вопросам. Дмитрий Абаренов вступил в должность главы Ленинского городского округа. Торжественная церемония вступления в должность прошла во Дворце культуры «Видное». На ней присутствовали члены правительства Московской области, депутаты Московской областной думы и советы депутатов Ленинского округа, заместители главы администрации, руководители окружных служб и общественники. Дмитрий Абаренов зачитал торжественную присягу. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав Ленинского городского округа, уважать и защищать права свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа. Подробный репортаж об этом событии смотрите в завтрашнем выпуске новостей. В «Видном» прошло 29-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня отчет главы муниципалитета Дмитрия Абаренова о деятельности администрации за 2020 год, планы на будущее, а также ряд вопросов, касающихся сельских населенных пунктов и придомовых территорий, многоквартирных домов. 29-е очередное заседание Совета депутатов муниципалитета в режиме ВКС началось с обсуждения отчета о проделанной администрации Ленинского городского округа работе в 2020 году. Дмитрий Абаренов также отметил наиболее проблемные вопросы, по которым будет вестись работа в самое ближайшее время. К примеру, упомянул незаконную вырубку леса в поселке Развилка. Нами уже поданы документы в суды, по некоторым участкам уже есть определение на время судебных разбирательств, по прекращению всех каких-либо действий. Соответственно, то, что мы там не допустим никакой торговли, это совершенно точно. Затем депутаты рассказали о наиболее проблемных точках на территории своих избирательных округов и попросили содействия главы муниципалитета в скорейшем решении вопросов. Есть площадок детских, не переданы ни в управляющие компании, потому что физически не могут относиться к ним. И дороги точно так же, просто висят там на застройщике. То есть мы не в дворсервис, не можем пригласить застройщик, ну, скажем так, мягко говоря, спустя рукава обслужена эта территория. У нас происходит сейчас массовая вырубка деревьев, утром парка, дом 21. То есть жители, получается, в последние дни буквально сотни обращений жителей, которые видят ситуацию, что застройщик в течение шести лет не может получить землю под школу и под стадион, но выделяется земля, и получается разрешение под стройку мойки в лесу. Затем народные избранники обсудили подготовленные положения о старостах сельских населенных пунктов и их материальном стимулировании. Мы вместе с жителями прорабатывали не первый месяц вопросы по выбору старост в наших деревнях, вопросы о компенсации за их труд. Старосты на самом деле – это очень знаковые люди, первые, к кому идут с жителями со своими вопросами на территории наших сельских населений. В результате оба положения большинством голосов были приняты. Также народные избранники проголосовали за положение о порядке согласования, установки ограждений и их демонтаже на придомовых территориях многоквартирных домов. Данное положение мы выстрадовали около года. Значит, это положение родилось не по инициативе кого-либо из депутатов, а именно от жителей, потому что катастрофически стали сложности в использовании придомовой территории. Здесь тоже достаточно прозрачная уже установлена процедура прохождения, согласования с администрацией, в результате чего совет депутатов будет давать разрешение об установке этих конструкций. Всего на Совете депутатов было рассмотрено шесть вопросов. По всем были вынесены положительные решения. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Каждый из нас потребитель коммунальных услуг, но хорошо ли мы знаем свои права и обязанности в этой непростой сфере, чтобы восполнить нехватку таких знаний, и задуман совместный обучающий проект Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Каждый из нас потребитель коммунальных услуг, но хорошо ли мы знаем свои права и обязанности в этой непростой сфере, чтобы восполнить нехватку таких знаний, и задуман совместный обучающий проект Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Очень важно, чтобы наши жители знали эту азбуку ЖКХ, эти азы, и не только азы, но в том числе и нюансы. Потому что только так мы понимаем свои права, и что немаловажно, но и обязанности. И только так мы можем на равных общаться сегодня с управляющими организациями и с органами муниципальной власти. Семинар, который состоялся в историко-культурном центре, стал уже вторым по счету в Ленинском городском округе. Приглашены жители, председатели Советов многоквартирных домов, члены ассоциаций, но они те же жители, управляющие компании, кому это интересно. Почему управляющая компания? Потому что понятно, что капитальным ремонтом занимается непосредственно фонд капитального ремонта, но обслуживает дом, управляющая компания. Они должны понимать, как принимать, как смотреть, как контролировать подрядчика фонда капитального ремонта. Темы раскрыты абсолютно все, которые касаются сферы ЖКХ. Плюс наше законодательство меняется так быстро, что нужно в том числе разъяснять, какое право применения, на что можно опираться, что можно требовать, а что нет. И как сегодня действительно добиться качественных изменений в своем многоквартирном доме, но правильно и кратчайшим путем. На мероприятие был приглашен генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области. Валерий Николов ответил на многие вопросы, касающиеся капремонта в многоквартирных домах. Я думаю, программа распадает дома, которые больше от 5 квартир в МКД, значит, и не аварийные. Значит, аварийными дома признаются и жильественные комиссии, то есть это не жители, если у них там что-то там как-то покосилось, они считают, что это дом аварийный. Нет, это не так. Александра – жительница поселка, совхоза имени Ленина. В их доме номер 16 планируется ремонт. Но с некоторыми работами собственники квартир не согласны. Работы такие проводятся, что меняет замена труб. И не все собственники готовы пустить в дом и потом делать после этого ремонт у себя в квартире. Будут ли какие-то последствия, если собственники отказались? Какая ответственность на нас ляжет? Такие открытые уроки может посетить любой желающий, чтобы повысить уровень знаний в сфере ЖКХ. Курс разработан действующими председателями Советов многоквартирных домов Московской области. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В общественной приемной партии «Единая Россия» прошел очередной прием жителей округа. Для того, чтобы дать исчерпывающую консультацию по различным вопросам, на ней присутствовали депутат Ленинского городского округа, юрист и представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе. Встречи с жителями в общественной приемной партии «Единая Россия» проходят еженедельно. На прием приходят жители Ленинского городского округа с вопросами, касающимися самых различных сфер. Кого-то удается проконсультировать уже в ходе встречи. Некоторые проблемы требуют обращения в службы или организации муниципалитета. Сегодня у нас прием тематический. Мы принимаем людей пожилого возраста по социальным вопросам. Информация была разослана по социальным сетям и по учреждениям, в том числе в Центр веры, социальная защита. И пришли сегодня к нам пенсионеры с своими вопросами. У каждого свое, какие-то личные дела, общественные и прочее. Мы постараемся решить. Чтобы дать людям максимально полные консультации, на встрече присутствовали заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе Олег Мурашов и юрист Вячеслав Краснонос. В прошлом году была тяжелая ситуация. Соответственно, приемы были в режиме онлайн, в режиме ВКС. Теперь немножко стало полегче, люди уже приходят сами. В этот раз на прием записались 10 посетителей. За год же в общественную приемную приходит более 300 человек. Активисты федерального проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проинспектировали работу общественного транспорта в городе Видное. Рейд был организован по многочисленным жалобам жителей, которые утверждают, что многие водители автобусов отказываются принимать банковские карты при оплате проезда. В Ленинском городском округе регулярно проходят рейды по проверке оплаты проезда в автобусе по безналичному расчету. Ведь нередко пассажиры попадают в ситуацию, когда валидатор оказывается сломанным или водитель отказывается принимать карту. Нам поступили обращения, что на некоторых маршрутах Ленинского района невозможно оплатить безналичным расчетом. Сегодня мы проверили и, соответственно, подтвердили то, что некоторые водители на отказ не принимают карты и принципиально говорят, что нужно оплачивать либо наличными средствами, либо Сбербанк онлайн. Активисты народного контроля на личном примере убедились в этом. Почему вы принимаете карту на свои, на деньги, на свою личную карту? Я понимаю. Ну, вы мне сказали перевести на вашу карту личную по номеру телефона. Можно, я сказал, можно так, можно так. Можно так, можно так? Ну, это же разве законно так? Видимо, что сейчас мы попытались проехать на этом маршруте и, соответственно, оплатить банковской картой. Сотрудник водителя сказал то, что вот вам номер телефона, поэтому номер телефона вы можете перевести мне на Сбербанк онлайн. Это совершенно незаконно. Вот данный сотрудник компании принимает денежные средства на свою личную карту. В ходе рейда было проверено несколько маршрутов в городе Видное. И действительно, некоторые водители предлагали сделать перевод на личную банковскую карту. Выявлен ряд переводчиков, которые не предоставляют такую возможность и при этом предлагают оплатить проезд на личный телефон, либо на банк онлайн. Поэтому вопрос очень серьезный, и жители многие не знают об этом, и водители этим пользуются. Поэтому мы, в общем-то, проводим рейды и как информационный для жителей, и также профилактический для транспортной компании. По закону Московской области, если у вас не приняли карту, либо карту стрелка, либо банковскую карту, то вы имеете право проехать бесплатно. Если водитель выехал на маршрут без рабочего валидатора, то, соответственно, также вы имеете право проехать бесплатно. Также в ходе рейда координатор федерального проекта Шерзот Атаев ознакомил пассажиров с тем, что в каждом автобусе, в салоне и снаружи должен быть наклеен информационный стикер о бесплатном проезде, если нет возможности провести оплату через стрелку или банковскую карту. Но, к сожалению, на многих маршрутах такие наклейки отсутствуют. В историко-культурном центре состоялся краеведческий семинар памяти архитектора, которому видное обязано своим неповторимым обликом Бориса Ефимовича. Благодаря найденным архивам у участников семинара появилась возможность больше узнать о жизни и творчестве знаменитого советского архитектора. Прикоснулась к истории наш корреспондент Юлия Погосян. В прошлом году в распоряжение издательства «Зебра» попал эксклюзивный архив советского архитектора Бориса Ефимовича. Его издательскому дому завещала дочь мастера Ирина. Документы стали достоянием российской культуры. Борис Ефимович был главным архитектором Москвы, выдающейся личностью. Он построил огромное количество, около 40 объектов в Москве, около 20 объектов в Сочи, в Ялке, в Крыму и во многих других городах. Это четкая архитектура именно ампира, архитектура больших окон, анфилат, архитектура колонн. Это все почерк Бориса Ефимовича. Частичку себя Борис Ефимович оставил и в «Видном». Воплощая задумки Павла Гаевского, он спроектировал почти все строения в исторической части города. Дворец культуры, здание администрации, историко-культурный центр, жилые малоэтажные дома из красного крепича. Неповторимый облик «Видного» – его заслуга. Обнародование архива Ефимовича для краеведов Ленинского городского округа – знаковый момент. У них появилась возможность больше узнать о жизни и творчестве человека, который сделал город визитной карточкой всего муниципалитета. Безумно благодарны нашему архитектору Борису Ефимовичу за ту красоту, которую он подарил нашему городу и конкретно нам. В ходе семинара памяти архитектора Бориса Ефимовича, у хранителя архива Игоря Смолина и заслуженного работника печати Московской области Алексея Плотникова родилась идея написать книгу о жизни и творчестве Бориса Васильевича. Именно он, можно сказать, основатель города, потому что после войны именно он разрабатывал основной проект и города Сада. И этот город Сад осуществился. В книге памяти Бориса Ефимовича будет рассказываться не только про строительство города Сада, но и обо всех архитектурных сооружениях инженера. Приступить к работе краевед и писатель Алексей Плотников планируют в ближайшее время. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.